добрый день пока не раскисла дорога у нас очень сильный оттепель решил с утра прокатиться ну и заодно хочу ответить на ваши вопросы прояснить так сказать ситуацию свой канал в ютубе я создал в 2012 году цель создания была сохранить некоторые свои ролики никакой мысли на то время у меня о том что на выход какой-то аудитории и так далее не было я просто снимал свое удовольствие животных природу и чтобы не пропало выкладывал на youtube где-то в году 2020 я обратил внимание что у меня порядка 500 или 600 тысяч просмотров мне стало интересно но я решил поподробнее разобраться посмотрел оказалось что у меня порядка 200 подписчиков а просмотров много стрелял один ролик про танки удивительно снятый в одиннадцатом или в десятом году ролик посмотрела очень много людей остальные ролики смотрели так себе никто не подписывался ну стало интересно а почему так вот ролик смотрят никто не подписывается и так далее и решил я поэкспериментировать для этого я решил что надо создать какой-то тематические ролики на одну тему которые заинтересовали бы аудиторию роликов про охоту множество роликов про охот законодательство множество но они все с точки зрения простых охотников охотинспекция охотнадзор и сами охот инспектора не выкладывают свою точку зрения не выкладывают то как они видят охотничье законодательство вот я решил попробовать это никакой не коммерческий интерес тем более мне как госслужащему дополнительный заработок не нужен это лишние проблемы писать декларации и так далее мне просто было интересно но честно говоря я не ожидал такого количества подписчиков на сегодняшний день у меня уже более 5000 подписчиков для меня это много то есть буквально за полтора года с 200 до 5000 сейчас уже даже наверное чуть побольше очень много комментариев многие обижаются что я не отвечаю в комментариях но скажу вам честно я ведь не занимаюсь только съемкой и сидением за компьютером в интернете у меня еще есть пока работа поэтому я занимаюсь в свободное время когда допустим в лесу стою дежурю караулю или есть свободное время дома я тогда снимаю ролик и тогда же отвечаю на комментарии комментариев повторяю очень много только под последним роликом порядка 400 комментариев я просто физически на все комментарии ответить не могу поэтому на меня уже не обижайтесь а я постараюсь ответить на часть вопросов в этом ролике первый вопрос связан с нахождением в охотничьих угодьях с орудиями охоты как мы знаем но я своими словами сейчас не буквально как законодательстве что нахождение в охот угодьях с орудиями охоты приравнивается к производству охоты путаница идет что такое орудие охоты начинает сочинять допустим орудие охоты это если вот допустим ружье мы применяем на охоте это орудие охоты а пока мы его не применяем пока у нас мысли нет ни по кому не стрелять это не орудие охоты это просто ружье ружье огнестрельное оружие давайте попробуем разобраться сейчас я вам буквально зачитаю статью в законе об охоте что такое орудие охоты федеральный закон номер 209 об охоте и сохранении охотничьих ресурсов статья 1 основные понятия используемые в настоящем федеральном законе орудие охоты огнестрельное пневматическое охотничье метательное стрелковое и холодное оружие отнесенное к охотничьему оружию в соответствии с федеральным законом об оружии а также боеприпасы метаемые снаряды к охотничьим метательному стрелкового оружия капканы и другие устройства приборы оборудования использование при осуществлении охоты если правильно понимать русский язык то вот этот абзац фразой а также делится на два абзаца то есть первый абзац орудие охоты это огнестрельное пневматическое охотничье оружие и второй абзац метаемые снаряды боеприпасы капканы и другие устройства используемые при осуществлении охоты некоторые считают что при осуществлении охоты все используется но тогда бы если бы это было так по смыслу просто было бы перечислено без слова а также было орудие охоты огнестрельное пневматическое боеприпасы метаемые снаряды ну и так далее продолжаем то есть данная статья говорит о том что огнестрельное пневматическое охотничье метательное стрелковое и холодное оружие которое по закону об оружии и является охотничьим оружием по умолчанию является орудием охоты а если вы используете какие-то боеприпасы капканы и другие устройства приборы оборудования на охоте при осуществлении охоты то эти устройства эти приборы также относятся к орудиям охоты следующая серия вопросов которых очень много они также разнообразные варьируют но смысл один кто такие государственные охотничьи инспектора принимает кого попало принимает по блату у нас уголовники работают инспекторами и так далее выскажу свою точку зрения конечно я не могу сказать за всю страну но обычно это государственные муниципальные служащие то есть это государственные служащие которые подчиняются областному руководству у нас сейчас федеральной службы единой поход надзору нет к сожалению все службы переподчинили областям краям республикам в каждом регионе немножко все по-разному может даже и много по-разному я сравнить могу только две области когда в 2008 году распался россельхознадзор и служба охотнадзора вывели из россельхознадзора начали создавать в каждой области где инспекция где дирекция где мин природы у нас департамент в серловской области но я на тот момент работал в россельхознадзоре пермского края россельхознадзор нас выгнал так скажем сократил а инспекция была создана в количестве если не ошибаюсь 11 или 19 человек которые все находились в областном центре перми и на местах в районах никого не осталось губернатор на тот момент пермского края решил что такая служба ему не нужна и она была создана формально сверловской области в этом плане было немножко получше создали нормальную службу нормальное финансирование закупили машины выделяет бензин и так далее я какое-то время побыл безработным потом работал егерем заказника потом узнал что в сверловской области объявлен конкурс на замещение вакантной должности поучаствовал в этом конкурсе с трудом но выиграл его и в результате с 2010 года я работаю департаменте сверловской области чтобы попасть на службу должен должны быть минимальные требования во-первых вот у нас конкретно это должен быть человек с высшим образованием высшее образование должно быть по специальности или близкое к нему то есть это или биолог охотовед или лесник по образованию лесоинженерное лесохозяйственное или это должен быть ветеринар зоолог или человек имеющий юридическое образование очень трудно попасть без опыта работы хотя написано что опыт работы не требуется при собеседовании но он учитывается потому что когда человек не представляет что он будет делать ему трудно пройти собеседование он не может рассказать чем он будет заниматься как он это будет выполнять когда ему задают такие вопросы мне было немножко попроще я до этого почти 30 лет отработал районным охотоведом и потом когда различные были перетрубации различные реорганизации по-разному называлась моя должность но по сути это оставался районный охотный инспектор который охранял природу от браконьеров поэтому я работу эту представлял я говорю хоть с трудом но я все-таки попал департамент по охране животного мира сферловской области вот уже больше 12 лет работы в этом департаменте дальше помимо того что образование нужно не должно быть судимости и поэтому когда в комментариях пишут у нас инспектор судимый за превышение полномочий а тем не менее работает у меня возникают смутные сомнения что это все-таки не так или человек не знает или он намеренно вводит всех заблуждение на государственной службе человек судимостью работать не может точно так же как в армии точно так же как в милиции полиции росгвардии и так далее человека судимостью на такую работу не берут дальше по охоте что вот вам вы идете вы все браконьеры и так далее я вам скажу так сейчас на госслужбе очень сильные требования по коррупции вот я допустим имея охотничий билет имею свое личное оружие но у себя в районе я фактически не имею возможности охотиться у нас есть общество охотников военное и обычная росохот рыболов союз но вступить я туда не могу почему не могу потому что это организации подконтрольные мне и вступив в общество я попадаю к ним в зависимость а это невозможно так как я государственный служащий я не могу быть состоять той организации которую контролирую иначе пола и появится личная заинтересованность соответственно раз я не состою в охот обществе я не могу взять лицензию путевку по льготной цене я должен брать ее по полной цене но и по полной цене не рекомендуется а как вот ты получил лицензию там или разрешение путевку а кому-то не досталось ты наверное использовал свое служебное положение и в результате получается общедоступных угодий у меня фактически нет в обществе ни в том ни в другом я охотиться не могу кроме каких-то разовых может путевочек на тягу вальшнепа и так далее а почему не могу в общедоступных охотиться общедоступных угодий у нас мало спрос на разрешение очень большой и опять же возникают вопросы и жалобы как-то охотинспектор получил разрешение а мне вот как простому охотнику не досталось налицо признаки злоупотребления служебным положением соответственно и те общедоступные угодья которые я обслуживаю которые у меня в районе я не могу себе сам выдать разрешение вот такое сейчас положение и поэтому говорить о том что охотинспектора браконьеры то есть охотятся без всяких разрешений и так далее круглый год но это вообще смешно вот представьте человек при придирается со слов моих зрителей каждой букве закона до всех докапывается в лесу на всех составляет протоколы и одновременно сам же браконьерит но это смешно вот у меня в районе порядка двух тысяч охотников зарегистрировано плюс рядом областной центр где больше ста тысяч охотников которые тоже охотятся ну не все конечно но частично охотятся в моем районе моем районе я говорю уже не потому что это я собственник этого района а просто так мне проще называть район в котором я работаю поэтому тоже не надо придираться как некоторые любят и вот значит представляете ситуацию я человек составил протокол за то что он допустим без жилета и тут же пошел браконьерить без разрешения без ничего вы представляете такую ситуацию я вот допустим нет потому что немедленно на меня будет написано жалоба в прокуратуру и вплоть до президента о том что я браконьер заснимут на фото на видео которое сейчас есть у всех сниму с квадрокоптера и так далее мы браконьерские действия и я просто мгновенно перестану работать на этой должности а то еще и посадят поэтому говорит об этом скорее всего тот человек который вообще не бывает в лесу и об охоте рассуждает только с дивана теперь снова вернусь к вопросу о нахождении в охоту годик с орудиями охоты но немножко в другой плоскости сейчас скоро открывается весенняя охота и многие задают вопрос а могу ли я с оружием приехать заранее за день может за два может за три чтобы найти место для охоты поставить шалаш там оборудовать стоянку ну или как в наших условиях занять место чтоб не заняли другие которые приедут чуть позже и мест просто уже не останется для осуществления охоты не так у нас много мест сколько желающих поохотиться попробую ответить если буквально с точки зрения законодательства то это нарушение это нахождение в охотничьих угодьях с орудиями охоты в частности с оружием огнестрельным закрытые для охоты сроки аргументы которые тут говорят ну вот же я прочитал в интернете было письмо с разъяснением Минприроды о том что если в моих действиях нет признаков охоты то я вроде бы как не охочусь а транспортирую оружие при условии что оружие у меня в машине в чехле и так далее отдельно от патронов приведу пример недавно ну как недавно года два назад в аналогичной ситуации я не помню там на осенней охоте или на весенней охоте остановили охотника в охотугодьях который находился с зачехленным оружием незаряженным но за два дня до открытия охоты на него был составлен протокол и по этому протоколу мировой суд лишил его права охоты так как он находился в закрытой для охоты сроке он естественно это решение обжаловал в областной суд в областном суде проиграл он обжаловал его в верховном суде и в верховном суде также проиграл и аргументы у верховного суда было верховный суд не ссылался на разъяснения Минприроды и так далее судья верховного суда буквально прочитал законодательство в котором написано еще раз повторяю нахождение в охотничьих угодьях с орудиями охоты приравнивается к производству охоты а все эти разъяснения они никакой юридической силы не имеют сейчас поясню почему когда издается приказ допустим о правилах охоты или другой закон издается допустим закон об охоте все эти приказы и законы прежде чем быть опубликованы проходят согласование в Минюсте Минюст проверяет их на законность в соответствии Конституции в соответствии другим федеральным законам после одобрения в Минюсте закон или правила охоты которые утверждаются приказом Минприроды вступают в силу и действуют письмо же и разъяснения ни в каком Минюсте согласование не проходит и соответствуют они законодательству или нет никто не проверяет и поэтому ссылаться на них конечно можно но ни в суде ни при принятии решения о наказании они никакой роли не играют они могут играть какую-то роль их могут взять во внимание а могут и не взять поэтому если вы хотите добиться в какой-то ситуации которую считаете неправильной справедливости с вашей точки зрения окончательно может ее решить и добиться этой справедливости можно только в Верховном Суде решение Верховного Суда или постановление Верховного Суда имеет наиболее высшестоящую силу по сравнению с другими решениями и более низкие суды допустим районный и мировой ориентируются на постановление Верховного Суда или на постановление Пленумом Верховного Суда который разъясняет действия, допустим, по охотничьему законодательству, природоохранному законодательству и другим законодательствам, как понимать. А все разъяснения Минприроды это, так скажем, от лукавого. Зачем было издавать такие правила охоты, зачем было издавать такой закон об охоте, причем который соответствует другому федеральному законодательству и конституции, чтобы потом объяснять, что вы что-то сделали не так, и вас не так поняли, и надо понимать вот так, и это разъяснять. Хотите исправить это? Вводите поправки, выходите с инициативой в Госдуму, меняйте закон об охоте, убирайте приравнивание, и тогда вопросы исчезнут. А пока оно есть, это приравнивание, в том виде, в котором оно сейчас, никакие разъяснения не помогут. Нахождение в охотугодиях с орудиями охоты приравнивается к производству охоты.